Всем привет! На дворе глубокая осень и это значит, что такой достаточно наступил сонный период в нашей деятельности. Ну и как вы видите, такая подуснувшая стоит Феррари, весь покрытый пылью. На самом деле он стоял на паркинге, мы сейчас его будем делать и отдадим соответственно владельцу. Но это уже другая история. В целом зима не сезон для нашей деятельности, хотя есть Bentley, есть Maserati паркетники, ну кое-что есть, но конечно летом гораздо плотнее занятость. Ну и сейчас собственно есть больше времени активно заниматься запчастями, но вот о некоторых из них сейчас я вам и покажу пару коротких сюжетов. Ну прежде всего сколько стоят, как они выглядят, почему как они выглядят, ну потому что сейчас очень много китайских подделок, ну и я по мере возможности стараюсь снимать ролики именно о запчастях, потому что все-таки при нынешних ценах китайцы, они естественно очень часто забывают говорить о том, что это запчасти не оригинальные, но и наши недобросовестные продавцы автосервиса естественно пытаются все это выдать за оригинал, ну естественно потом получается все не очень хорошо, но это уже опять же другая история и этим заниматься должны какие-то другие люди, ну и соответственно возможно другие службы. Ну давайте начнем наверное вот с такой вот коробочки, я думаю вы уже догадались, по некрасивой коробке, как правило, когда некрасивая такая вот коробка, скорее всего там будет дорогая деталь. Так оно и есть, здесь у нас фара от нового Range Rover, сейчас вам покажу. Ну стоимость такой вещи где-то ориентировочно в районе 3000 евро, ну в нынешнем курсе это около 300 тысяч рублей, вот здесь такая памятка на нескольких языках, но и на самом деле для достаточно дорогостоящей детали, для британского бренда, ну мягко говоря упаковка выглядит не очень, картон очень такой слабенький, очень тонкий, мягкий, поэтому видите во что она превратилась после дальней дороги, но и сейчас как раз покажу вам саму фару, очень интересно так прикреплена на такой тоже картонке, там лежит поролон и вот такими резиновыми резиновыми резинками, даже задумался как правильно сказать, в общем такими вот резинками эта фара прикреплена, в принципе очень жестко она тут сидит, ну и вот это вот пломбы на ушах, на креплениях фары, в принципе тоже достаточно разумно, дабы не было вопросов, если все это зафиксировать в моменте отправки, то потом вопросов я думаю не должно возникать. Ну и по личному опыту в плане упаковки запчастей, на первом месте я думаю можно поставить наверное Bentley, потом Rolls-Royce, потом Maserati, Ferrari, как бы там все неоднозначно, но в целом упаковывает хорошо в том числе и лобовые стекла, ну а такие вот уже типа послабже, там Mercedes, BMW, Land Rover, вот видите во что они упаковывают, стекла так вообще, почему только в картоне посылают, ну Lamborghini например, кстати вот это тоже наверное один из лидеров, очень часто все дело забивается в деревянные ящики, я вам показывал эти видео на канале, ну в общем в принципе ценник он и упаковка прямо пропорционально, ценник бренда, да, пропорционально в общем-то всему остальному. Ну и сегодня у нас наверное такая топовая вещь, я коробочку уже снял, здесь уже такая внутренняя упаковка, это фара, это фара для Bentley, Bentley Bentayga, паркетник, и попробуйте угадать сколько может стоить такая фара, но я думаю, что томить вас не буду, ну давайте все-таки потомимся несколько секунд, причем у Bentley фара состоит из нескольких частей, вот эта вот большая часть есть, чуть меньше она же поворотник, она же фара-омыватель, ну в общем здесь такая вот интересная конструкция, причем на фаре видите такое некое подобие телевизора какого-то, ну передней панели, ну и вот здесь вот блоки, здесь у нас фулл-ледовская фара, ну и давайте назовем вам сколько она стоит, все-таки думаю надо какое-то логичное завершение всему этому, ну в общем эта фара стоит порядка, ну только как вы не падайте, в районе 8 тысяч евро, ну то есть сами понимаете по нынешнему курсу это 800 тысяч рублей, ну плюс-минус опять же из-за курса это может быть дороже. Ну вот такие колодки, это колодки на новый рейндж-овер, на самый новый рейндж-овер, так они выглядят, ну это именно оригинал, обратите внимание, вот так тоже упаковка не самая красивая, но самая красивая мне кажется только наверное у китайцев, у китайского поддельного брэмба, там конечно да, насчет упаковки все хорошо, но вот у оригинальных запчастей обычно вот такой вот картон, ничем не примечательный, показывал много раз в Мазерате, там тоже часто в таком коричневом картоне, у Бентли тоже самое, такой же картон, ну в общем что у нас внутри, ну внутри все прозаично, обычные колодки, в принципе вот так вот они выглядят, здесь у нас Лендровер, Ягуар, все лого, я так понимаю к чему они могут подойти, быть применимы, ну и в общем в принципе в отличие например от того же Брэмба, здесь нет никакой смазки, то есть каких-то красивых пакетиков, ну как вы видите датчиков износ колодок тоже нет, я так понимаю, что в данной ситуации они поставляются отдельно, это очень часто тоже у английских брендов, итальянцы в отличие от них, конечно все-таки более рационально подходят, ну и конечно там запчасти будут чуть дороже, но как правило датчики износа колодок, во всяком случае Мазерати, Феррари, они уже часто инсталлированы непосредственно в сами колодки, но и с этим не надо заморачиваться, ну и соответственно китайцам наверное меньше работы, но и меньше заработка, ну вот эта вот книжечка дежурная, которая там находится, ну и в принципе все, что можно здесь увидеть, но в целом вы знаете мою позицию по поводу оригинальных и неоригинальных запчастей, я всегда за оригинал, поэтому берегите себя, свои автомобили, покупайте оригинальные запчасти, ну и собственно говоря, когда покупаете что-то дорогостоящее, всегда старайтесь проверять, потому что в нынешнее время это очень важно. Всем пока, я пошел работать.